Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Всем привет! Бонжур, хелло, шалом! Как-то у меня не видно типов всегда на съемке. Все, вот, кипа есть. Вот так я сделаю. Чтобы видно было, что мы. Называется вот этот головной убор, он называется кипа. Кипа это как купол, от слова купол. Значит, шапочка-купол. Еще она называется ермолка. Ермолка это сокращение от слова ерад молка, страх перед царем. То есть, смысл этого головного убора, если кто не знает, это постоянно чувствовать, что есть над тобой хозяин, хозяин, да? Хозяин мира, царь, бог. Что ты показываешь, что я помню все время, что есть надо мной кто-то. Это очень странно, да? Как христианство возникло же, это было как направление, был основатель этого направления. Он ходил в храм, молился, говорил, что я пришел не отменить закон и не изменить его, а устражить закон. То есть, он был как бы верующий, обрезание ему сделали на восьмой день и все такое. Но потом как-то оно все, христианство отошло, отошло, отошло. Через там лет триста видоизменилось. И, значит, я когда, когда мне было, мне было 17-18, может быть, лет, 17-18 лет, я жил в Тиеве. Я думаю, надо как-то с богом устанавливать отношения. Но я не знал как. То есть, я знал, что я еврей, но не знал как. И у меня была потребность, да, потребность, вот прям духовная потребность как-то с богом установить отношения. Хотя ни в спортинтернате, ни в школе, ни в доме меня не учили, как с богом разговаривать, как молиться, как что делать. Я помню, я жил тогда в центре ТИБА, в институте физкультуры, в общежитии Инфиза на физкультуре-1. И я думаю, куда же мне, как же мне с богом-то встретиться, куда. И было на, прям недалеко, начало бульвара Шевченко, был Владимирский собор. Владимирский собор. Думаю, ну, синагога где-то на Подоле, далеко, как я туда поеду, я не знаю где, я не знал где синагога. Думаю, пойду вот тут рядом. Ну, то есть, богу, какая разница, есть какие-то порталы, да, места, через которые можно с богом встречаться. Захожу я, значит, в этот портал, я был в сборной СССР в спортивном костюме, в кроссовках, такое, как сейчас помню, как куртка. У меня была такая вязаная шапочка. Захожу я туда, значит, ну, так народ заходит, красивое здание, такое собор, все. Я такой захожу в этот собор, думаю, как же, ну, вот, какой интерфейс, как с богом общаться. И тут, значит, какая-то бабка такая, ну, местная прихожанка такая, и кричит, о, типа, супостат, сними шапку, сними, так, причем она агрессивно на меня набросилась, эта бабка. Я такой думаю, не, если такие бабки, типа, это, это как раз вот они с богом в отношениях, то мне не нужны такие отношения, ну, то есть, если бог с бабкой не может, ну, как-то и объяснить, что нельзя так себя вести, я ушел оттуда. Потом, значит, думаю, поеду, смотрите, в синагогу, наверное, это мне знак, что я еврей, надо ехать в синагогу, а не выходить по соборам. Значит, пошел я, значит, в, приезжая в синагогу, как сейчас помню, подол, так все, какое-то мрачное такое, если там этот собор, такая махина, там, метров пятьдесят, наверное, высотой. Ну, то есть, внутри, как дом пятиэтажный, да, ну, то есть, огромная, красивая такая штука и тысячи людей. Синагога, никого нету, какой-то заборчик такой, какая-то калиточка такая непонятная. Значит, я захожу туда, все, как бы, забито, заколочено, какая-то дверь такая полуподвальная, хотя огромное здание, но тогда синагога на втором этаже, как бы, она только закрыта была, не знаю. В общем, я захожу туда, и сидят какие-то деды такие, сидят деды тоже такие, подозрительно так на меня смотрят. Я захожу туда, думаю, ну, я-то уже знаю, как с Богом взаимоотношения наложают, надо начать с того, чтобы снять шапку. Я, значит, снимаю эту шапку, значит, снимаю шапку, думаю, ну, осматриваюсь такой, тут дед на меня какой-то, ты чего, говорит, это самое, не знаю, одень шапку, говорит, нельзя шапку снимать. Я думаю, вообще, что за дела, там с ними, тут одень, что за вообще, ну, как бы, и опять же, и дед этот мне тоже не понравился. Я думаю, нет, то есть, наверное, как-то с Богом есть какой-то другой к нему путь, кроме как через церкви, соборы, синагоги, то есть надо как-то искать другой путь. И все-таки другой путь я до 26 лет искал, и потом все равно пришел в синагогу, и говорю, научите меня молиться, я в Москве уже это было, научите меня молиться, как мне Богу молиться, у меня жизнь не складывается. Я говорю, вот у меня, я чувствую, что у меня жизнь не складывается конкретно, я все стараюсь, там, ну, заработать деньги, как-то реализовать себя, все. И у меня все время в какие-то захожу тупить, и мне казалось, что это потому, что мне не везет, то есть я считал, что я все делаю правильно, просто мне не везет. И я понял, что вот этот процесс везения, я никак не мог понять, что я делал неправильно, я думал, что процесс везения зависит от Бога, и пришел, и дальше у тебя в 26 лет начал изучать Тору, и я понял, что действительно надо действовать правильно, процесс везения зависит от Бога, и от твоего к нему отношения, а его отношения к тебе, но как эти отношения сложить, и как правильно действовать, это для этого есть Тора. Тора это как свет, как знание, как это все работает, заповедь это как свеча, да, то есть ты как бы через заповеди ты действуешь, то есть ты, знание это знание, заповеди это действия, и в итоге ты можешь выстроить жизнь и взаимоотношения с Богом. Все, с тех пор, уже 20 лет я изучаю Тору, и вот самая, с моей точки зрения, самая такая основополагающая книга, где про все рассказывается, это Мишли, притча царя Соломона, где мудрейший из людей изложил знание жизни, как жить правильно, изложил его в наиболее правильном, понятном подходе, мы это изучаем, сейчас мы уже дошли до 8 главы, из 31 главы, все, значит, 8 глава у нас начинается с того, что значит, говорит нам царь Соломон так, вот ведь, говорит, ну, алло это как бы, как бы такое полувопросительное вступление, алло, нет, типа, алло, вот я теперь понял, откуда слово алло, потому что прямо в Мишли, в первый отрывок 8 главы, если читать просто, вот как написано, первое слово, алло, а переводят его, алло, ну, типа, разве не, как бы, алло, хохматикра, вот ведь, вот ведь, как бы, алло, хохматикра, да, алло, взывает хохмата словно, алло, говорит тебе, божественная мудрость, взывает к тебе, да, утвуна титенкула, а утвуна это качество ума, которое является, можно его перевести как логика, как сообразительность, как строительство, дословно это корень строит, значит, как мы уже знаем, есть божественная мудрость, которую ты воспринимаешь, это то, что идет от Бога, то, что идет сверху, то, что идет с неба через пророков, то есть Бог сообщил через пророков, как все работает, главный пророк был на Шеробейну, и было еще там 300 тысяч, некоторые говорят, миллион пророков был, был даже пророк Белям, например, это был злодей, который был вообще злодей, но он был пророк, то есть пророки это те люди, которые имеют доступ к духовному миру и которые от Бога получают напрямую информацию, значит, и божественная мудрость, вот эта хохма, она взывает к тебе, то есть ты ее не можешь, сейчас пророчества нету, и мы не пророки, то есть когда, если сегодня тебе скажут кто-то, я пророк, ты его спроси тогда, например, а скажи там код моей карточки, да, кредитной, пророк он должен знать, он как бы, так как он в духовный мир, в духовный мир он заходит, то в духовном мире есть корни всего, что в материальном мире, если он туда заходит, то он и номер твоей кредитной карточки должен знать, а если он не знает, значит он не пророк, То есть, значит, он обманывает. Так вот, пророки, это взывает обязательно сверху, то есть, это божественная мудрость, которая идет через пророка. В Твуна Титен Кула. Твуна это твое внутреннее размышление и строительство смыслов, и строительство причинно-следственных связей, которыми занимаются все люди без остановки. То есть, а, вот я услышал это, что это значит, как я это применю, почему это важно, или это не важно, или мне это надо, или не надо, или я этому верю, или я этому не верю. Это уже внутреннее строительство человека, который, получив из внешнего мира информационные блоки, если это от Бога информационные блоки через пророка, это называется Тора. Тора – божественное знание. И он его вставляет в себе человек, а дальше каждый человек, без исключения, он занимается строительством своего мира, он в голове постоянно строит некую модель мира. Если мы возьмем вот эти вот три характеристики, как есть, хохма – это божественная мудрость, это то, что получается только через пророков, бина – это логика, сообразительность, это строительство, строительство, причинно-следственные связи, выводы, внутренний диалог, в котором человек строит свой мир, а даат – это полная картинка мира, которая получается. И даат – это уже цельное восприятие мира, когда человек уже воспринимает картинку, но это не то, что есть, а это то, что он построил. Понятно, да? Теперь, здесь в первом отрывке царь Соломон нам подчеркивает, что божественная мудрость, она к тебе взывает как бы снаружи, а бина, вот эта сообразительность, она внутри дает голос. То есть, все, что ты себе внутри наговариваешь, это все вилами по воде писано. То есть, любая человеческая мысль, которую мы, каждый из нас внутри себя или вслух произносит, это просто некая идея, которую каждый человек сам ее и строит. Понятно? И когда мы обмениваемся своими идеями, надо понимать, что у каждой идеи, ну как бы ее вес, ее вес ровно столько, сколько ты внутри дашь этому весу. Вот, например, кто-то вам подойдет, скажет там, ты умный. Теперь, это два слова, ты умный. Значит, ну ты можешь сказать, да, этот человек молодец, он знает, типа разбирается, я умный. Ты можешь сказать, кто это вообще такой, разбирается, он не разбирается, умный, а не умный. То же самое с какими-то там критикой, оскорблениями и так далее. То есть, мы сами, получив из внешнего мира какой-то куски информации, дальше мы эти куски информации или мы внутри их бетонируем. Я в это верю, а в это не верю. Это да, а это нет. То есть, понятно, да, каждый человек строит внутри свой внутренний мир из слов. И очень есть такая интересная идея, я недавно ее как бы нашел и проверил. И она удивительно уникально работает. Это идея, что у каждого человека внутри есть некий образ другого человека. То есть, мы взаимодействуем не с людьми, а с проекциями человека у себя внутри. И когда я там про одного человека, например, думал не очень хорошо, да, я видел в этом человеке прям, вот он меня вообще и раздражал, и мне он не нравился. И каждое его слово, причем очень там близкий человек, родственник, да, я воспринимал каждое его слово вот как-то негативно. Потом я просто внутри изменил проекцию этого человека. То есть, я начал к нему относиться совсем по-другому. Изменил образ вообще, характеристики. И он вообще не изменил своего поведения, вообще. Но я начал его воспринимать абсолютно по-другому, вообще по-другому. Потому что вот этот образ внутри другого человека, каким ты его считаешь и так далее, он очень сильно влияет на восприятие. То же самое образ мира, образ, вот есть люди такие, у меня был один знакомый, и есть он, да, он уже в возрасте там за 40 лет, у него все рассыпалось, у него все, ну, очень все плохо получалось. И он конкретно, вот мы с ним разговаривали, он говорит, после 40 невозможно в жизни ничего сделать, достигнуть и так далее. Он в это верит. У него ничего не получается. То есть, он внутри создал проекцию мира, в котором ничего ни у кого не может получиться после 40. И он прямо, ну, вот, он как бы, его жизнь, это божественный луч, который проходит сквозь его убеждения. И эти убеждения, естественно, превращаются в его жизнь, которая не работает. Хорошо, двигаемся дальше. Второй, второй отрывок. Это здесь говорится про божественную мудрость, про хохму. Говорится про нее так, что бэрош мэромим, что она на вершине вершин. То есть, она, как бы, еще раз подчеркивается, что божественная мудрость, она идет сверху. Она на вершине, как бы, гор вершин. Бэрош мэромим. Алей дэрэх. И она на больших дорогах. То есть, она тебе, как бы, указывает большие дороги, большие пути. И дальше написано бэд нить вод нитсава. И она дальше по тропинкам, она устанавливает. То есть, Тора, она вначале, вот, если мы берем, открываем, как бы, Тора, открываем письменную Тору, первая книга начинается со слова бэрешит. То есть, Машера Бэйну, который получил Тору от Бога, Бог начал, ему сказал, вот, запиши, первое слово, как бы, сказал. Ну, то есть, он это, он был просто проводник. Значит, Бог сказал, что первое слово Торы бэрешит. В начале, это как перевели потом на греческий дженезис, да, то есть, в начале начал. Бара элутим эташамам вэтарет. Сотворил Бог небеса и землю. То есть, дается, как бы, общее вступление, как анонс, анонс мироздания. Что в начале из ничего, Бог сотворил из ничего. То есть, была идея, как бы, из ничего. Он сотворил это шамаем. Шамаем это как небеса, имеется в виду духовные миры и все, что из этого следует. То есть, духовные миры. В начале сотворена была вот эта верхняя проекция. Потом вэтарет. И потом были сотворены материальные, материал в начале, да, материальные миры и все, что из этого следует. То есть, есть материальное, есть духовное. Вэтарет айта тоу вавогу. Дальше, второй отрывок говорится, что земля была хаос. То есть, был первоматериал, был, представьте, большой взрыв. То есть, Бог, когда он сотворял землю, не так, что он там лепил вот эту вот землю, там, и так далее, да, как из глины. Нет. То есть, он, что такое Бог? Значит, большой взрыв, и разлетаются вселенные. И в этих вселенных уже зашифрована вот эта этаретс. Она была в начале тоу вавогу, в начале хаос. Ну, была в духовном-то мире, уже была модель, которую Бог как бы задумал для мироздания. И вот этот вот хаос, вот эта энергия, которая, ну, невероятно, это в одной точке была вся вселенная, представьте. И она начинает вот этот хаос тоу вавоу, то есть, этот хаос начинает он формироваться по какому-то, по какому-то, ну, духовному такому скрипту, да, назовем это так. Тяжело это представить, но мне также тяжело представить, как вы сейчас видите меня, потому что я сижу в Киеве, а у вас на картинке компьютера, вы меня видите и слышите. Я не понимаю, как, а у меня ни одного провода нету, ни одного провода нету, все. У меня все сейчас не подключено, да, стоит планшет. Он, планшет подключен к интернету через телефон. Телефон, значит, в нем, телефон как-то подключен куда-то, планшет ловит интернет телефона. Значит, ну, как, объясните мне, каким образом изображение и звук через воздух в виде каких-то циферок, мне пытались объяснить ноль-единичка, как может ноль-единичка передать вот эту вот всю историю, которую сейчас вы видите. Непонятно вообще. Вот это вот то, что здесь говорится во втором отрывке, что Тора, она вначале говорит о больших вещах. Она объясняет, как Бог сотворил мироздание. Потом идут истории о том, как жили Адам Решон, первый человек. Там Ноах, Потоп, потом поколение Вавилонская башня. Потом идут праотцы еврейского народа Авраам, Ицкак и Яков. Рассказывается о их жизни, как они жили, как они общались. Как они, то есть, идут такие кардинальные, глобальные, нравственные и понятийные такие вот вещи. Потом, когда расставлены вот эти вот дороги в жизни человека, ценности, что ценно? Тора, служение Богу, семья, доброта, любовь и так далее. То есть, когда расставлены все вот эти вот акценты, да, это большие дороги. Дальше написано и по тропинкам она устанавливается. А дальше Тора регламентирует от момента просыпания каждое слово до момента это кушай, это не кушай. И когда перед тобой стоит там 10 видов еды, на какую еду ты должен вначале сказать благословение и, ну и так далее там, да. То есть, регламентированы даже маленькие тропинки человека, бизнес, отношения, семья, еда, там, ну все абсолютно регламентировано. Это называется по тропинкам Тора устанавливает. Почему? Потому что это как проекция идет, да, то есть, если у тебя на большом глобальном уровне все правильно, потом идет проекция на более маленькие уровни. Вот мы сейчас разобрали два отрывка, два отрывка, первый и второй, да, что, как эта вся глобальная штука работает. Дальше, начиная с третьего отрывка, ну давайте третий еще пройдем, да, это там буквально пару минут. Третий отрывок звучит так. Значит, возле она ворот написано, потом она при входе в город и потом она при входе в двери. И она все это провозглашает Тора. Теперь дальше говорится так, Тора установила вот этот порядок. Дороги, тропинки, а потом, говорится, она возле ворот города, она возле ворот, потом при входе в город, а потом при входе в двери. И без комментариев, вот без того, чтобы мудрецы, который Малбин, который знал всю Тору, и который он, так как он знал всю Тору и прокомментировал всю Тору, все Талмуды он знал и так далее, без него, например, мне было бы непонятно, какие ворота, какие город, почему двери, куда, о чем идет речь. Малбин объясняет, смотрите, когда мы говорим слово Тора, то слово Тора для всех одно, но уровни понимания Тора, Торы, они абсолютно разные, то есть в Торе есть уровень понимания, который называется Пшат, простой смысл слов, то есть человек слышит слова, он понимает каждое слово, и у него они складываются в какую-то простую историю. Это называется Тора провозглашает у ворот, где просто народ, простой народ, который, ну вот просто есть люди такие, простые люди, смотрят Дом-2, значит, что они еще смотрят, пусть говорят, есть хорошая передача Малахова, да, там, ну вот есть люди, которые, как бы они просто, раньше они читали газету «Правда», и совершенно вот народ, 80-90% это народ, вот простые избиратели, жители там сел и так далее. Значит, они, они очень хорошие люди, но они люди, которые не вдумываются, не углубляются, их с детства приучили, что тебе сказали, вот-вот есть газета, вот телевизор, вот есть умные люди правительства, и, значит, делай, как тебе скажут, все. Все. И это называется простой смысл, то есть они воспринимают мир через одно, такую, одностративную, 2D, то есть вот есть картинка, значение слов, все. Теперь есть второй уровень, называется, это все вместе называется пардес, второй уровень называется ремес. Ремес это те люди, которые умели читать между строк, как они думали, да, то есть есть, есть какой-то текст, и они, как бы, видят в этом тексте намек на что-то другое. А, понятно, типа, на что намекает он. Как я видел, например, недавно, размышления одного умного человека, я считаю его очень умным, на уровне ремеса, на уровне намека. Он говорит, смотрите, говорит, вот сейчас все пишут про коронавирус, коронавирус, там, 50 человек умерло в Китае, 50 человек здесь, там, такой типиш подняли, все. Он говорит, ну, вспомните, год назад писали про свиной грипп, год назад писали про птичий грипп, год назад опять про свиной, год назад про птичий, были все эти эпидемии. Он говорит, вас это не смущает, что каждый год появляется какой-то новый свина, там, птичий коронавирус, в этом году коронавирус, и при том, что умирают 50 человек от него, или 100 человек, а в день умирает в среднем по миру 200 тысяч человек. 200 тысяч человек умирают из них, от болезни умирает еще, там, ну, огромное количество людей. Но поднимается дикий типиш, такой он говорит, и все начинают продавать вакцины, он списывает, там, миллиарды долларов на вакцинации, на карантинизации, там, и так далее. Он говорит, это какая-то здесь есть подстава, он говорит, просто народ привыкли зимой, после Нового года, занимать вот этими разговорами про какой-то животный вирус, просто привычка уже такая в программе. Значит, я не знаю, насколько это правда, это он все, как бы, его анализ ситуации, но он посмотрел на ситуацию как намек, он сопоставил с прошлым годом, с какими-то своими другими размышлениями, со своими идеями о том, как работает мир и правительство, и он при том, что вот все читают одни и те же новости, коронавирус, там, от животных и так далее, он увидел в этой новости намек на другое. Это говорится о том, что Тора при входе в город, да, то есть есть люди, которые глубже понимают. Есть третий уровень, называется Драж. Драж это уровень, когда мудрецы уже знали какие-то специальные коды, и они, зная эти коды, они расшифровывали вот эти тексты. То есть они, когда изучали Тору, они понимали, что это как Тора от Бога, и там не только есть намек логический, там есть некий кодовый намек, это же все-таки Бог, и Тора это выражение всего мироздания. И они знали вот эти вот кода какие-то, это как программисты, которые там есть языки программирования, то есть это уже совершенно другое восприятие реальности. Есть еще четвертый уровень, который называется СОД, тайна. Это уровень, когда люди заглядывают уже на те духовные этажи, с которых идет проекция, да, то есть это вообще знают тайны, там, Кабала, то, что называется и так далее. Это совершенно единицы и единицы, которые изучают то, что называется Маасеби решить. Есть такой уровень Торы, в который даже нормальному человеку нельзя заглядывать, потому что если он туда заглядывает своим мозгом, пытается зайти, то есть история о четырех мудрецах, значит, один сошел с ума, один умер, один отошел от Торы, то есть вообще он тронулся мозгами тоже, можно сказать, сошел с ума, и только Раби Атива зашел и вышел туда с миром. То есть, когда человек начинает изучать Маасеби решить, как Бог сотворял мир, то есть он пытается своей мыслью охватить необъятное, и у него мозги просто взрываются. Или Маасеби Раби Атива, как Бог сейчас управляет миром, там, все эти сверот, свет божественный и так далее, то у большинства людей, которые пытаются туда залезть, у них ломается полностью вообще мировосприятие и голова. И это то же самое, как человек неподготовленный, он лезет в компьютеры и может залезть, там есть, любой человек может, в принципе, залезть вот туда на стройки и попытаться залезть в какая-то консоль управления, какие-то там коды, перезагружение там и так далее. Вероятность того, что компьютер перестанет работать, приближается к 100%. Это вот уровень понимания Торы тайна. Но есть люди, которые туда все равно лезут, я, все мои знакомые, которые лезли в кабалу, у них, ну, полностью, как бы, проводки поотходили, там, короткие замыкания, то есть, ну, они полностью сходят с ума. Ну, то есть, они перестают адекватно, нормально по человечеству воспринимать мир. Вот, поэтому я никому не советую изучать кабалу, не советую, не рекомендую, а просто нужна простая вера, просто изучать Тору, выполнять заповеди, будет все великолепно. Все, пожалуйста, напишите свои выводы о сегодняшнем занятии, что вы для себя поняли, что вы для себя вывели, какие вы построили для себя умозаключения. Очень классно было, когда вот прошлый урок придумали ему название, придумать название, как бы, общее, одной строкой, как бы, выразить суть урока, тоже было, это очень хорошая, интересная работа для размышления. Потому что самое плохое, что можно сделать, это просто послушать и никак это не закрепить, не применить, не встроить свое мышление. Тогда просто информация прошла, и тогда этот скак просто будет проиграть даже какому-нибудь камеди-клаб, там, новостям или еще чему-то. То есть, только если вы услышали слова Торы и для себя что-то нашли ценное, обязательно это обдумайте, встройте в свое мышление и с помощью своих выводов поделитесь с окружением через хотя бы соцсети. Все, дорогие друзья, вам удачи, успехов, чтобы у вас был хороший день, хорошая неделя, хороший месяц, сейчас начался месяц ТВЭТ и ШВАТ, ШВАТ начался, месяц ШВАТ, извиняюсь, ТВЭТ закончился, ШВАТ начался. И чтобы, скоро мы приближаемся к Новому году деревьев, будет Тубишват, хороший праздник и так далее. Все, всем удачи, успехов, всего хорошего.